Боевики обстреляли из системы залпового огня Град. Город Попасня в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба председателя Луганской облгосадминистрации. По их данным, в результате обстрела есть убитые и раненые. К тому же горит станция скорой помощи. На въезде в город разрушен мост. Россия продолжает накапливать войска возле госграницы с Украиной. В Ростовской области замечена переброска границ и ракетных комплексов. Об этом сообщает руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. Боевики продолжают вести огонь по нашим подразделениям в районе населенных пунктов Счастье, Редкодуб, Чернухино, Марьинка, Красногоровка, Малоорловка, Тоненькая, Никишино, Новобахмутовка, Дебальцево, Каменка. Крайне напряженная обстановка сохраняется вблизи Донецкого аэропорта. Боевики обстреливают его из танков. В соседних районах зафиксировано скопление более ста террористов. Только за последние сутки украинские позиции обстреливались более сорока раз. С момента начала перемирия более тысячи раз, подчеркнул военный эксперт. Поезд Донецк-Севастополь попал под артобстрел при подаче на Донецкий ЖД вокзал в районе Путиловского моста. Об этом сообщает агентство Интерфакс Украина. Осколками снарядов были разбиты шесть окон последнего вагона и поврежден кузов поезда. Пострадавших нет. Напомним, 25 сентября Донецкая железная дорога возобновила движение пассажирских поездов сообщением Донецк-Севастополь. Вблизи Донецка и других городов Донбасса обнаружены концлагеря, организованные боевиками. Они скрывают места массовых пыток и расстрелов украинских граждан. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил глава СБУ Валентин Наливайченко. Часть террористов во главе с Гиркиным, которые совершали эти страшные преступления, сбежали и сейчас скрываются на территории России. Напомним, согласно информации международной правозащитной организации Human Rights Watch, на востоке Украины террористы жестоко пытают мирное население. Ранее в ООН констатировали, что на Донбассе продолжаются похищения, убийства и пытки. Число внутренних переселенцев в Украине приближается к 300 тысячам. Об этом сообщило управление ООН по координации гуманитарных вопросов. Там отмечают, что неофициальные цифры могут быть в три раза больше. Исходя из этого, представители ООН призывают Верховную Раду Украины принять закон о внутренних переселенцах. Он подразумевает создание системы, которая помогла бы беженцам пережить зиму. По данным организации, около 5 миллионов человек все еще проживают на территориях, затронутых конфликтом. В этих районах сложилась особо тяжелая ситуация. Доступ туда ограничен, а запасы гуманитарной помощи на исходе. Донецкий национальный университет временно будет работать в Венеции. Об этом заявили в Министерстве образования и науки. Любая образовательная деятельность в Донецке от имени ВУЗа без лицензии на его территории запрещена и подпадает под действия Уголовного кодекса Украины. В ведомстве также подчеркнули, что единственным ректором ДОНО остается Роман Гринюк. А Барышников Сергей Анатольевич не является легитимно избранным ректором. И все его действия от имени университета признаются незаконными. Также все работники ДОНО, которые хотят продолжить деятельность в университете, смогут приступить к выполнению своих обязанностей с 3 ноября этого года. Минобразование Украины также обещает погасить всю задолженность по выплате заработной платы работникам университета. Глава службы безопасности Украины Валентина Ливайченко заявила о дискриминации и нарушении прав человека по отношению к украинцам в Крыму. Также он добавил, что аресты, допросы, физическое и моральное запугивание, которым подвергаются крымские татары и украинцы от оккупационной администрации, незаконны и недопустимы. Об этом Ливайченко заявил в эфире одного из телеканалов и подчеркнул, что Украина никогда не признает аннексию Крыма. В то же время за дискриминацию крымских татар и других нацменьшинств в Крыму Россию осудили Соединенные Штаты. Это заявление сделано во время заседания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Глава делегации США Брайан Эдвуд настойчиво порекомендовал России положить конец нарушению прав человека на полуострове. По его словам, российское определение крымских татар как экстремистов неприемлемо. Эдвуд также заявил, что США никогда не признают одностороннюю попытку России аннексировать Крым. Первые тендерные торги по электронной системе могут пройти в Украине уже в декабре этого года, прогнозируют авторы проекта. Тестировать электронную систему торгов начнут в Минюсте. В качестве эксперимента сделают закупку на сумму до 100 тысяч гривен. О подготовке расскажет Анна Каменева. Каждый год Украина теряет около 150 миллиардов гривен из госбюджета из-за непрозрачных тендеров. Система государственных закупок – одна из самых коррумпированных в стране, говорят в Минюсте. На конец 2013 года у нас каждая вторая госзакупка происходила у одного участника. Как проходили закупки, все прекрасно знают. Бумажный пакет подгоняют под отдельного участника условия. Соответственно, ни о какой конкуренции не может быть и речи. Конкурентная среда появится, когда исчезнет бумажная волокита и коррупционные лазейки, уверяют эксперты. Ведь малому и среднему бизнесу будет проще стать участником торгов. Конкуренция снизит и затраты государства. Каждый захочет предложить наиболее привлекательную цену. Сама система будет работать на принципах государственно-частного партнерства. База данных и сам процесс контролируются государством. Код открыт, код доступен всем. А вот сервисы и привлечение как можно большего числа участников к государственным закупкам – это как раз мы надеемся на развитый IT-рынок Украины, на предложение большого количества частных торговых площадок, фронт-офисов. При этом количество частных площадок не ограничено. Новые платформы или новые фронты не будут ограничены. Сколько будет желающих, столько и подключим. Главное, чтобы они соблюдали минимум стандартов, технические стандарты, которые нужны для подключения к базе данных. То есть там не будет никаких бюрократических процедур. В декабре пройдут первые экспериментальные электронные торги по так называемым допороговым закупкам, то есть на сумму до 100 тысяч гривен. Сначала протестируют систему Минюст, далее госуправление делами и Минэкономики. После такого тестирования эксперты поработают над ошибками и усовершенствуют систему, чтобы с начала следующего года расширить сферу ее применения на все закупки, которые осуществляют госструктуры. Анна Каменева, Александр Котельников, БТБ. Национальный банк Украины с сегодняшнего дня ввел в оборот памятную монету цикламен Коский номиналом 10 и 2 гривны. Она продолжила серию флора и фауна. И, как сообщает сайт НБУ, монета номиналом 10 гривен, изготовлена из серебра 925-й пробы, ее масса более 30 грамм, тираж 3000 экземпляров. А памятная монета номинальной стоимостью 2 гривны, чеканена из низильвера, весом почти 13 грамм. Таких выпустили 35 тысяч. Монеты посвящены исчезающему виду цветка, занесенного в Красную книгу Украины. Именно это растение изображено на реверсе. На монете из низильвера, благодаря использованию цветной тампопечати, цветок обрел краски. Ну и далее курсы валюты и цены на бензин. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова